В Башкирии проходят мастер-классы по армейскому рукопашному бою. Представители Федерации этого вида спорта организовывают турниры и проводят показательные выступления. Подробнее о проекте, а также о психологии поведения и самообороне в экстремальных ситуациях. Поговорим с президентом Спортивной Федерации армейского рукопашного боя России в Башкортостане Наилем Галимовым и с руководителем Центрального штаба формирования добровольческих батальонов республики Ильдаром Зайнидином. Еще раз здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. В первую очередь, расскажите, пожалуйста, на кого направлен проект и как вообще все организовано? Дело в том, что призывная молодежь, она как раз подпадает под патриотическое направление. И наша цель и задача работать вот с этим контингентом. То есть в школах, в колледжах и в высших учебных заведениях. В последнее время очень плотно работаем со школами, юной армией, с кадетами, со школьниками. Очень большой вызывает интерес в этом направлении. Есть как спортивные, так и прикладные. И поэтому нашей командой Республики Бакшистан разработано в 2022 году вот это направление. Умение себя вести в эксплуатационной ситуации. То есть дети, чтобы знали, как себя вести в данной или иной ситуации. И вот это помогает детям на сегодняшний день уже понимать психологию на улице, да? И умение себя защищать. Это важно особенно для мальчиков, конечно. Да, особенно. У нас не только, кстати, сам мальчик, у нас и девочек очень много. Это мы попозже еще поговорим. Кто самый активный, тоже девочки чаще всего даже. В таких видах спорта самый активный. А каким образом центральный штаб формирования добровольческих батальонов поддерживает? Вы знаете, мы с Наилем уже не первый год, во-первых, знакомы. Мы еще Союза боевых искусств. Там встречались на разных мероприятиях, соревнованиях. Это было еще до СВО. А когда СВО было уже в это время, мы с Наилем решили как-то даже сотрудничать каким образом. Мы сделали соглашение, что друг друга поддерживаем и помогаем. И даже тогда, когда мы на слаживание отправили ребят в Рощинске, штабом была организована совместная поездка. Ну, это Наил, это практически наш штаб и есть, будем говорить. Это ребята, которые поддерживают нас, мы их поддерживаем. Выехали там, где слаживание, и там тренировали ребят тоже какое-то определенное время. Ну, и мы ежедневно продолжаем эту работу практически. У нас прямо на территории нашего штаба, на СК-63, находится небольшая тренировочная площадка, куда Наил приглашает ребят, которые готовятся идти на СВО. И тренируют они. В том числе, да? То есть не только с детьми работаете, но и с потенциальными участниками СВО. Совершенно верно. У нас три направления. Это для гражданских, как раз вот, для ребят, школьников, колледжев, умений сявиксировать ситуацию. Потом у нас есть спортсмены, которые выезжают на ПФО, на Россию, тоже защищать честь Республики Машистан, да? И есть как раз вот это прикладное направление, которое ребята после учебных заведений идут поступать уже в военное училище, да? И тем самым отстаивать уже честь Родины и защищать нашу отчизну. А я еще думала, что вы в том числе проводите турниры среди профессионалов. Или это только для новичков все проводится? И мастер-классы, и турниры, и какие-то показательные выступления? Вы совершенно правильно заметили. Наша задача вот последние годы, да, это работать больше с призывным и гражданским населением. Все ребята, которые профессионально занимаются уже, они непосредственно выезжают уже на ПФО и на Россию. Последние два года мы очень плотно работаем с учебных заведениями. И открывается секция в районах, открывается, да? Вот последний раз на облугу, о котором мы сделали мастер-класс, открыли в других вот регионах, отделениях. И также планируется в других направлениях сейчас так же двигаться. То есть у нас три направления, где мы идем, это гражданские, спортивные и прикладные вещи. Случайно ваши представители центрального штаба не принимают участие в подобных видах спорта? Ну, как не принимают, ну, конечно, обучаемся. И, кстати говоря, я еще не уточнила, а чем обычный рукопашный бой отличается от армейского? Что вызывает приятное удивление. Я на своих уроках, вот именно называю уроки, с ребятами проводим урок мужества. Я этот первый вопрос задаю ребятам. Чем отличается рукопашный бой от армейского рукопашного боя? И мы начинаем диалог. Ну, что как разные говорят, но вот по определению, рукопашные, цельным задачам, да? Задаю вопрос ребятам, где рукопашный бой в мирное время? Кто вас защищает? Они начинают уже думать, логически соображать и так далее. Но потом начинаем уже понимать, что это полиция, да? Я спрашиваю, полиция для чего занимается рукопашным боем? Для задержания преступников, да, правильно? А где применяется армейский рукопашный бой? То есть для защиты Родины, да, для защиты Отечественной, да, в наших российских, вооруженных силах Российской Федерации. Вот там применяется уже армейский рукопашный бой. Вот эти цели и задачи, они разные. В мирное время, допустим, для полиции рукопашный бой, а для армейского рукопашного другие цели и задачи. Для защиты и уничтожения противника. Вот этим и отличается. Понятно, да? А вот вы уже затронули тему девочки-мальчики. Девочки могут принимать участие, их допускать, потому что, наверное, суровый вид спорта все же? Вы не поверите. Официально, конечно, с 14-15 лет ребята могут участвовать на официальных мероприятиях. Но мы проводим тренировочные сборы, тренировочные с 12 лет. Сейчас уже законодательство позволяет и мальчикам, и девочкам выступать. Девочки очень сильно активные, на удивление. Некоторые, вот насколько мы проведили последние турниры, там Тиваново, там очень много девочек, которые занимают первые места. Вот Союз боевых искусств, Эльдор Уралович говорил, тоже совместно проводим. Там тоже наши девочки занимают первые места, на удивление. Но, тем не менее, они не уступают ребятам. То есть, очень сильно и активно занимаются армейским окопашным боем. Эльдор Уралович, а случайно вы не привлекаете вот к такому проекту тех участников СВО, которые вернулись и получили статус ветерана, например, которые уже дальше туда не вернутся и могут здесь распространять свой опыт? Почему бы и нет? Ну, по идее, у нас так и получилось. Когда Наиль начал заниматься уже у нас на территории центрального штаба, а туда возвращаются ребята, которые уже или отпускники, или уже которые уже там выбыли по возрасту, допустим, есть такие тоже. И они, уже скомпоновавшись и знаниями своими, естественно, поделившись, и у Наиля уже получается более эффективнее показать уже армейский бой, как должен идти. Ну, там же ребята, которые столкнулись лицом к лицу с врагом в окопах, в траншеях там каких-то. И поэтому они дают, как бы, какие-то навыки. Да, мы сами тоже вот ходим, смотрим, участвуем, где-то запоминаем. Ветераны боевых действий раньше мы привлекали, а сейчас вот с этими событиями ребята, ветераны приходят и сами хотят, сами изъявляют желание участвовать в этих турнирах, готовить ребят и быть наставниками на сегодняшний день, что очень приятно удивляет. И ребята охотно занимаются вот с этими такими вот боевыми ребятами, которые уже прошли этот опыт жизненный. А еще, Ильдар Мансурович, вот вы затронули тему детей, то есть со скольки лет можно, да? Все же, вот вы бы как посоветовали, как человек, который давно уже в этой сфере, со скольки лет лучше всего детей отдавать в этот вид спорта, потому что, как я уже говорила, он суровый, и слышала даже такое мнение, что может негативно сказаться на психику некоторых детей. Дело в том, что есть в свое время было такое мнение, что у военных армейский рукопашный бой и вправду жесткий, да? Почему? Потому что цели и задачи другие были, да? Но сейчас открылись спортивные направления, которые дети могут обучаться как из 12 лет и подгодовительно еще меньше, 7-8 лет, как школа борьбы, прохождение вот таких вот спортивных направлений. Дети окрепнут уже 10-12 лет, и они уже могут себе позволить уже подготовленные, уже заходить вот в это направление армейского рукопашного бой, готовыми уже. И еще расскажите, пожалуйста, в этом году какие у вас планируются активности в рамках проекта? Может быть уже турниры, мастер-классы запланированы? Вы не поверите, запланировано центральным штабом очень много. Первый такой интересный проект – это курс молодого бойца, где совместно будем проводить, готовить ребят, которые желают тоже защитить свою родину. И также на турнирах есть у нас небольшое помещение, где и сбор, разбор делается, где работа учебными ножами, метание ножей и так далее. Сегодня, кстати, было 117 школи, кстати, проводили в это направление. Очень интересные ребята были. Мы скомпоновали, рассказали, показали спецсредства армейского рукопашного боя, метание ножей и показали, да? Сбор, разбор автоматы ребята делали тоже с закрытыми глазами. Очень интересное мероприятие прошло. И вот 30 марта будет как раз очень интересный турнир, посвященный памятью СОБР 29-го отряда башкирского, да, влочеческой компании. И мы каждый год, ежегодно это мероприятие проводим. И многие на сегодняшний день уже спрашивают, какие веса возрастные, можно ли участвовать девочкам, опять же, да? Конечно же, мы допускаем, потому что это спортивно-тренировочные элементы, да? Чтобы у них опыт был, да? Вот многие сейчас уже первозрослые сделали, да? Многими инструкторами стали за два года нашей совместной работы с ними, да? Вот. И на будущее вот уже мастер-классы будут продолжаться по региону республики. И я вам больше скажу, мы в 23-м году выиграли президентский грант, где мы смогли провести в 10-15 городах республики, провести такие хорошие интересные мастер-классы прикладного направления Алимпийского окопашного боя. И в этом году тоже мы не останавливаемся, безвозмездно проводим в районах, эти с нашими специалистами, с ребятами подготовлены как раз. И вот мастер-класс сейчас тоже будет посвящен, мы будем писать грант снова, пишем. Опять же, президентские уже более масштабно, более расширено, уже 20-30 мероприятий в год мы уже проводим, уже на сегодняшний день. И в завершении программы осталось очень мало времени. Ильдар Уралович, пожалуйста, напомните, хочется воспользоваться ситуацией и напомнить нашим зрителям, куда обращаться, куда можно приходить, если человек хочет войти в ряды участников СВО. Ну, у нас адрес тот же, Айская, 63. Мы ждем ежедневно, практически с утра до вечера. Это с утра с 9 до 17 часов. И телефоны везде в объявлениях есть, звонок, и мы всегда примем любого человека, побеседуем. Спасибо всех желающих. Мы также готовы продолжать подготовить ребят, чтобы были подготовлены. Спасибо большое. И с новыми проектами тоже приходите к нам в гости. И я напомню, что гостями нашей студии были президент спортивной федерации армейского рукопашного боя России в Башкортостане Наиль Галимов и руководитель Центрального штаба формирования добровольческих батальонов республики Ильдар Зайнидин. Оставайтесь на телеканале «Вся Уфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова